Добрый вечер всем, кто присоединился к нам в эти минуты в эфире телекомпании Город, программа подробностей. Примерно год назад вы собрались с мыслями и решили создать что? Какая мысль была? Не было идеи вести свой блог, захотелось скорее вести что-то свое. Идея родилась сама собой и очень долго готовилась, скажем так, в голове. Меня все спрашивают, откуда взялась вообще Russian Blush, почему именно так, но это родилось. Странно сидеть одной в комнате и по сути говорить самой с собой. Вы сами себя записывали, вы ставили камеру вот примерно как здесь, то есть какая-то камера, вы сидите и разглагольствуйте о чем-то на ваш взгляд важном. Я встречалась с иностранцами, я с ними разговаривала, а когда надо было о чем-то говорить, то есть сначала мысль-то надо было сформировать в своей голове, перевести, и потом бы хорошо только начать разговаривать. А у меня было не так, я сразу начала разговаривать, и видео получались такие со спазмом в горле, вроде как английский, а вроде как и нет. О чем? Это шутки, это история России, это что вообще? В большинстве своем это рассказ о России, рассказ о стереотипах, то есть если иностранцы... Просто мои друзья со Фейсбука, с Инстаграма задают вопросы, там действительно, к примеру, очень утрировано, к примеру, действительно ли ходят медведи? Мне кажется, это очень банальный вопрос. Да, ну такие вот, ну то есть какие-то банальные, какие-то спрашивали то, что действительно... Въемлемый сутроводку. Да, то есть и даже глубже, то есть там, а действительно ли вот в узорах какие-то прошаренные иностранцы, а действительно ли узор был сделан вот так, а действительно ли они располагаются по-схематически... Что? То есть мне было сначала очень тяжело, и потом... Но для этого надо знать не только английский, надо знать историю, историю родного края, традиции. Вот у меня у прабабушки были вот эти сарафаны расшитые, где действительно было понятно, замужем, не замужем, есть ли дети. Вы тоже все это изучаете? Да, стараюсь, но получалось, вот первый... Есть не первый, есть просто влог о платке. Там я пыталась рассказывать о платке, и мой одногруппник сказал то чувство, когда ты включаешь видео, думаешь, тебе сейчас расскажут, а ты говоришь просто про вот эту вот розу. И я ничего дельного не сказала. Просто вот смотрите платок, он красный, здесь есть узоры, так интересно, но нет, блог получился не очень интересным. И самое странное, что он собрал больше всего просмотров. Катеристикты в России. О, ты в таком месте не работаешь. Окей, гугл. Покажи мне настоящую Россию. Сейчас мне попросили скинуть влоги какие-нибудь, то есть, ну, какие, на ваш взгляд, самые интересные. Я смотрю, и действительно я нашла 4, а там 12. И мне приятно самой пересматривать только 4. И я хочу, чтобы в дальнейшем на канале был только тот материал, который мне действительно самой приятно пересматривать. Ну, понятно, когда вы сами что-то придумали тему и говорите. Но я видела, что сняты небольшие клипы, то есть, это целая история, это сценарий, костюмы, русские наши блины. Каждый раз помогают разные люди. У меня есть подруга Саша Полетаева, и вот мы снимали как раз-таки, окей, гугл, поисковик в русском понимании, это клубок. То есть, ты его бросаешь, и он тебя ведет. И из этого выросла идея, мы с ней сидели, обсуждали, очень долго друг на друга кричали. И написали сценарий, и за 2 дня, мы это сняли действительно за 2 дня, она помогала мне с костюмами, помогала мне с местом, потому что мы ездили к ней на дачу. На ютубе есть прекрасная функция посмотреть географию ваших подписчиков. И там, по-моему, первая стоит Россия, потом то ли Франция, то ли Великобритания, есть точки. Ну, то есть, точки такие там, ну, вот, вас смотрят вот в этой территории. Точки в Германии, в Турции. Ой, ну, где-то вот такая, пока Россия на первую. Для вас польза есть, они о нас узнали. Ну, а вы-то им пишете, хочу в Турцию. Пока не пишу, но очень приятно, когда люди пишут комментарии, именно на ютубе, на фейсбуке, и говорят то, что так интересно. И мне этого достаточно. Вот, честное слово, на первых порах, когда люди пишут, даже, я помню, я радовалась, на ютубе есть лайки, есть дислайки. И когда мне поставили два дислайка, я просто сидела, ну, заработала. Вот, молодец, хорошо, вот это я была с собой довольна. Чем вы занимаетесь в жизни? Чтобы рассказать, я работала на радио, на телевидении, нет, не работала. А чем вам нравится заниматься, кроме этого? И сколько времени вот это увлечение вас занимает? Пока еще стесняюсь идти разговаривать. Но это самое продаваемое, скажем так. То есть, это самое популярное, когда ты идешь и разговариваешь на камеру. А для меня большой проблемой был процесс монтажа, потому что я же сидела... Я вас очень хорошо понимаю. Но я открыла Вегас, и знаете, там такое вот это поле, и я такая... Просто перетаскиваю туда видео и такая... И вы сами все освоили? Да, я сама все освоила, со слезами, с кровью, с потом, потому что не знала, как сохранять, и все удалялось. То есть, я могла доделать видео до конца и закрыть ноутбук, а там ничего не сохранилось. Я видела ролик, где вы что-то готовили. Это для чего было снято? Ой, я готовила квас. Да, не для чего, просто чтобы показать, потому что это русский напиток. Кусок из видео вырезан был, конечно, когда... Вот прям вот первое ощущение, когда я попробовала свой квас, это было что-то ужасное, не получилось. Сразу скажу, не получилось, но это было интересно готовить, это довольно трудоемко, как оказалось. И хотя я всегда у бабушки смотрела и думала, что гадость, ну это вот хлеб, он созревает там. А когда сама делала, думала, что хлеб, да, хлеб созревает, прикольно, я сама это делаю. То есть, зная английский, вы все равно гордитесь тем, что вы знаете русский и, главное, русскую культуру, вот что важно. Да, я же учусь на филологии, на журфаке, правда. И я хочу стать профессиональным журналистом, так бы я там не училась. Я не такой человек, который будет продолжать делать то, что ему неинтересно, это тяжело. Что вы пожелаете блогерам и подписчикам, может быть, тем, которые вас еще не видели? Они могут вам дать советы, собственно, через нас тоже можно общаться. Мне нужно бояться сидеть наедине с камерой. Это самое страшное. Камеры разные, потому что я так и не смогла придумать, на какую лучше пишется звук. Проще говорить кому-нибудь, чем вот куда-то, где никого нет, я вас понимаю. Ну вот это действительно наедине со всеми. Ты сидишь один, но через эту камеру у тебя есть уже своя какая-то аудитория. Может быть, за камеру сажать каких-то зрителей? Это, не знаю. Человек пять, иностранцев, наших студентов, рязанского меда, который плохо знают Россию. Это еще сложнее будет, потому что с трудом представляю, когда чисто пять человек, у них задача просто вот глаза в глаза, и я так... Ребята, можно выйти? Вы выйдете? Даже было сложно, мы же делали интервью, я пыталась сделать интервью с канадцем, который автостоппер, и действительно он случайно попал в Россию. Он просто ехал через Россию в Питер, в Москву, или, по-моему, в Таджикистан, то есть наоборот, оттуда туда. И случайно друг сказал, слушай, а ты не хочешь записать? Вот, приезжает Джошуа, давай-то вы с ним запишите. А у него прекрасный английский, он канадец. И в некоторых моментах, когда он мне что-то рассказывал, я сижу такая... Мы все так делаем, это теперь журналист. Вот с ним получился очень содержательный влог, потому что он рассказывал действительно какие-то практические вещи о том, как вот путешествовать. И до сих пор я в видео на канале думаю, что я соберусь путешествовать автостопом, когда у меня будет пара такая крепкая, надежная. И я пересмотрю так, чтобы уже практически советы какие-то вынести оттуда. Вам удачи, не бойтесь видеокамеры, это абсолютно не страшно. И не бойтесь людей, которые пишут иногда не очень лестно. Это значит, что все работает. Да, вот, значит, что все работает. Спасибо. Спасибо. Это была программа подробностей. Оставайтесь с нами, до новых встреч в эфире.